МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственную программу, в которой без риска для репутации мы, наконец, получили уникальную возможность донести до вас истину, которая по разным причинам очень сильно не вписывается в общепринятую картину мира. Итак, сегодня вы увидите. За что священная инквизиция истребляла ведьм? Считалось, что если между человеком и так называемой колдуньей возник спор, а позже этот человек заболел или умер, то болезнь и смерть были вызваны именно встречей с ведьмой. Кем на самом деле были колдуны и провидцы прошлого? Они обладали сверхчеловеческими способностями, такие, которые сейчас не имеют люди. Почему исчезла могучая цивилизация пророков? Цунами, бури, ураганы. Все эти стихии во все времена обрушивались на землян. И ангелы, которые посещали людей, несомненно принимали в этом участие. Одних они спасали, других убили. Все это описано в священных книгах. Недавно американские исследователи опубликовали уникальные снимки, сделанные одним из спутников НАСА на территории Аравийского полуострова. На них хорошо виден рельеф древних построек, покрытых тысячелетним слоем песка. Проведя анализ фотографий, ученые сделали сенсационное предположение. Они обнаружили один из самых загадочных городов древности – Убар. По преданиям, он вместе со всеми жителями был погребен в песках. Спутник НАСА обнаружил следы дорог, которые, будучи незаметными с земли, отчетливо различались с высоты. На фото открывается целая картина. Но самое удивительное – у бедуинов есть предание о том, что когда-то здесь существовала тропа древнего народа. Катастрофа, случившаяся с этим городом, до сих пор остается загадкой для ученых, как и сама его история. По одной из гипотез, пустынная Атлантида является ровесником египетских пирамид. Тысячи лет назад это был город алхимиков, ясновидцев и эскулапов. Согласно легендам, целители Убара проводили эксперименты по оживлению людей, могли летать и обладали секретом вечной молодости. А звездочеты знали все о прошлом, настоящем и будущем. Неужели ученым удалось обнаружить древнюю столицу некогда мощной цивилизации? Но если это действительно так, то что стало с ее жителями? Пустыня Руб-Эль-Хали. Сейчас здесь нет ничего, кроме раскаленного от солнца песка. Однако эти 4000 квадратных метров хранят в себе величайшую тайну прошлого. По легендам, когда-то посередине Руб-Эль-Хали находился Убар, древняя столица цивилизации адитов, которые берут свое начало от библейского ноя. Однажды адиты разгневали богов, и те наслали на их города огромную песчаную бурю, уничтожив все живое. Цунами, бури, ураганы – все эти стихии во все времена обрушивались на землян. И ангелы, которые посещали людей, несомненно, принимали в этом участие. Одних они спасали, других губили. Все это описано в священных книгах. Единственное упоминание о загадочном пустынном городе сохранилось в Коране. В священном тексте сказано, что песчаный ураган бушевал на территории Убара почти 8 суток. Эти сведения вызывают у исследователей много вопросов. Они утверждают, что песчаная буря крайне редко длится больше трех дней. Проведя сравнительные расчеты, исследователи пришли к выводу, что буря, поглотившая Убар, вряд ли была природной катастрофой. Одиты – не единственная высокоразвитая раса древности, обладавшая сверхвозможностями и исчезнувшая в одночасье. Исследователи утверждают, что в разное время на Земле обитали цивилизации, предсказатели, целители и ясновидцев. Они знали будущее всего человечества, могли исцелять смертельные недуги и предсказывать катастрофы. Но почему они исчезли? И возможно ли, чтобы на Земле среди людей остались их потомки? Сегодня нам недоступно многое из того, что умели раньше. Мало кто умеет левитировать, хотя встречаются и такие способности. Можно вылечить движением руки, но это доступно тоже не каждому. Потому что раньше это было распространено намного сильнее и шире. Люди умели оборачиваться в животных. Люди предсказывали события. У нас нет летописей с того времени. У нас есть какие-то небольшие доказательства, какие-то факты. Большая часть – это все-таки гипотезы. Но раса существовала. Их было немного. Это страница из папируса Эберса, старейшего медицинского документа, составленного в Древнем Египте. Немецкий археолог Георг Эберс обнаружил его при раскопках города Фивы и датировал 16 веком до нашей эры. К удивлению ученого, документ содержал подробное описание того, как жрецы древности проводили сложнейшие хирургические операции по пересадке человеческих органов, печени, почек и даже сердца. Но как возможно, чтобы египетские жрецы делали операции, которые современным хирургам стали доступны лишь в середине 20 века? Пытаясь разгадать эту загадку, историки выдвинули на первый взгляд невероятную гипотезу. Они предположили, что первыми жрецами на Земле были потомки более развитой цивилизации. Иначе как объяснить их сверхспособности? Египетское жречество, наверное, можно поставить с жречеством майя, так сказать, и других инков. Но это более ранний культурный пласт, который сыграл колоссальную роль в истории Древнего Египта и во многом определил развитие Древнего Египта. В одном из залов Каирского музея хранится уникальный экспонат. Это так называемая пластина фараона Нармера. Считается, что сделана она верховным жрецом по имени Химуй. Память о победе Южного Египта над Северным и объединение долины Нила в единое государство. Долгое время эта находка, сделанная в конце 19 века, не вызывала у археологов никаких вопросов, пока однажды ученые не сопоставили исторические даты с геологическими анализами самого камня. Оказалось, что некоторые из изображений были выполнены до решающих сражений и окончательной победы войск фараона. Но как древний жрец мог узнать, чем закончится война между Северным и Южным Египтом? Неужели он не только видел будущее, но и обладал даром его программировать? Они гадали по поводу предстоящих походов фараонов. Они давали советы сильным мира сего, в тех или иных политических баталиях, в политических ситуациях, которые складывались в том или ином историческом отрезке времени. Это была очень мощная, очень влиятельная, очень знающая и очень профессиональная сила, которая, безусловно, создала в значительной степени ту великую культуру, которую мы знаем как культуру Древнего Египта. Во все времена жрецы считались избранной кастой. Они были хранителями священных тайн, традиций и культуры. Владели могущественными познаниями в области астрономии, химии, математики и медицины. Владея тайными знаниями, они посвящали в них только своих учеников. Обучение начиналось, когда будущему жрецу не было и четырех лет, а заканчивалось примерно к двадцати годам. В Египте, конечно, у жрецов были какие-то тайные знания. Остальному населению это не только не преподавалось, но им было прямо запрещено знать такие вещи. Жрецы были фактически, имели монополию на знаниях, и это было одним из способов поддержания их власти. И тоже было во всех древних обществах, и в Вавилоне, и в Древней Индии, и, может быть, в Китае. Однако простой смертный не мог попасть в школу жрецов. Об этом свидетельствует недавняя находка, сделанная в горах Тибета. Там исследователи обнаружили древний папирус, на котором было нарисовано тело человека с различными метками. Рядом, на древнеегипетском языке, описывался ритуал, который проводили со всеми новорожденными, родившимися в знатных семьях. Своего ребенка отец должен был отнести в храм. Далее к нему подходили жрецы и осматривали кожу малыша. Звучит невероятно, но именно так. По специальным знаком на теле, так называемым отметкам Бога, жрецы находили своих будущих учеников. Во-первых, они определялись по свечению. То есть жрец, он всегда имеет голубое-синее свечение. Если ребенок рождается с такой аурой, ему определена судьба жреца. Во-вторых, есть чисто внешние признаки проявления, которые говорят об избранности данного человека. Как правило, это наличие каких-то родинок, которые повторяют такие созвездия. Например, у меня был случай, это вот большая медведица из семь звездочек. Четко видно было на руке у женщины. То есть она тоже пришла в этот мир для того, чтобы быть жрецей. Так выглядит изображение одного из самых известных жрецов древнего Египта – Имхотепа. Будучи рожденным в простой семье, он благодаря своим талантам стал главным жрецом Египта. До наших дней дошел его портрет, но исследователи древних культур в разных источниках искали упоминания об особенностях его внешности. Недавно их поиски увенчались успехом. В одном из древних папирусов есть упоминания о том, что Имхотеп имел так называемые божественные меты. На его груди был рисунок семи звезд ковша большой медведицы из родинок одинакового цвета и величины. Многие исследователи не сомневаются, благодаря знакам богов жрец вошел в историю Египта как человек, способный творить чудеса, передвигаться по воздуху, предвидеть будущее и материализовывать мысли. Все достижения, которые наши предки создали здесь на Земле, те семь чудес света, которые, в общем-то, удивляли весь свет, они сегодня уже даже нам и неизвестны. И именно потому, что они имеют большое значение для Вселенной, именно поэтому Земля и Би привлекала к себе всевозможные инопланетные цивилизации, которые желали и продолжают желать захватить эти чудеса света. И прежде всего Логос, который находится у нас в центре планеты, который управляет всеми Вселенными, всеми звездами, всеми цивилизациями, через которые можно управлять. Сейчас у нас короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. От кого могучие жрецы прошлого скрывали свои знания? Земля и Би привлекала к себе всевозможные инопланетные цивилизации, которые желали и продолжают желать захватить эти чудеса. Какие артефакты оставили на Земле инопланетные путешественники? Это камень планеты Неберу, которая была найдена на Лысой горе в 2002 году. Где искать следы древних цивилизаций? В полиогеновых отложениях скелет человека, подобных существ, которые, в общем-то, мало чем отличались от людей. Вы как дети, вам ничего не ведомо о древних временах, о седых знаниях прошлого. Эти слова, сохранившиеся в жизнеописании царя Соломона, произнес один из египетских жрецов во время официального визита к иудейскому правителю. Но о каких знаниях прошлого шла речь? И от кого египетские жрецы получили этот дар? Возможный ответ историки обнаружили в одном из папирусов, посвященных Тоту, древнеегипетскому богу мудрости и знаний. В нем сказано, что многие тысячелетия древний Египет был оккупирован армией могущественного островного государства атлантов. По легенде, атланты были полулюдьми, полубогами, и от них жрецы черпали свои знания о прошлом и будущем. Избранных атланты научили, как получить доступ к вселенской базе информации, где со времен сотворения мира хранятся знания всех цивилизаций прошлого. Вселенская база данных – это некое акказитическое поле общее, в котором сосредоточены, в принципе, все знания про все. И кто может читать эти акказиты, он может вытаскивать любые знания. Те, которые могут придумывать всякие вещи, творить, они могут получать знания о том, о чем они думают, о том, о чем они размышляют. Получать эти знания в полном объеме, потому что нельзя ничего придумать того, чего нет в природе. Все представимое, реально, оно существовало или существует. Звучит невероятно. Однако гипотезу единого поля Вселенной в середине 20 века высказывал великий русский ученый Владимир Вернадский. Именно он предположил, что мы являемся частью информационно-энергетического поля Вселенной. Вернадский использовал понятие ноосфера, представляя Вселенную огромной мыслящей оболочкой, в которой сохраняется опыт каждого человека, когда-либо жившего на Земле. Более того, знания, которые были переданы первым жрецам погибших цивилизаций, используются до сих пор. В папирусах, которым более трех тысяч лет, описаны практики применения гипноза и ясновидения. Связь с богами, она тоже может через травмс устанавливаться, но чаще всего она устанавливается через самогипноз человека, когда человек, так сказать, предоставляет свое тело для проявления через него божества. Ведь в состоянии именно вот этого самогипноза человек все видит, все слышит и все знает. И его всегда использовали именно для этих целей. Исследователи считают, что транс использовался жрецами всегда. Считалось, что эта техника была передана египетским духовникам, как тайное знание, которое нужно оберегать от простых людей. С его помощью воздействовали на противника, могли управлять погодой, лечили, предсказывали будущее. В храмах жрецы проводили тайные мистерии. Вход туда был заказан даже особом царских кровей. Ритуал, который происходил в храме, напоминал настоящее театрализованное действие. Жрецы надевали яркие одежды и маски. С помощью техник входили в транс. В данном случае надо еще отметить одну интересную особенность, которую, безусловно, обладали жрецы. Это манипуляция сознания. Причем манипуляция сознания больших коллективов. Это были великие специалисты в этом отношении. Поэтому очень часто различные обряды, которые создавали, которые писались, наверное, ими, это были первые режиссеры, хотя такого слова и не было, они не понимали, что это такое. Но они умели, так сказать, воздействовать на души, на сознание людей, причем в массовом порядке. И очень часто придумывали различные ритуалы, которые в определенной степени зомбировали людей. То есть приводили их к необходимому для жрецов результату. Это карта аномальных зон России, составленная учеными на основе многолетних исследований. Красным цветом на ней отмечены места, где ученые фиксировали необъяснимые явления, неопознанные летающие объекты, загадочные светящиеся шары, провалы во времени. Эти загадочные места, по мнению многих ученых, можно считать еще одним доказательством существования на Земле высокоразвитых цивилизаций прошлого. Ведь когда ученые начали выяснять причины аномальной активности, то пришли к выводу, что чаще всего необъяснимые явления фиксируются в тех местах, где в разное время были найдены следы древних народов. Это так называемые Олексинские камни. Одна из самых загадочных находок 21 века. Они были обнаружены во время раскопок вблизи города Олексин Тульской области. Местные называют это место Лысой горой. На большинстве камней изображены дикие звери, сцены охоты и предметы обихода древних людей. Однако некоторые изображения ученые не могут объяснить до сих пор. Рассматривая, увидел очень много ликов. И где-то мне ушло на рассмотрение около пяти лет, чтобы понять, что лики рук и ног не было. Только через пять лет я с подсказкой увидел, что надо смотреть рука крылых сущностей, крылатых сущностей. Пошли крылатые люди с крыльями, драконы и летающие тарелки. Летательные аппараты в форме тарелок. Странные существа, похожие на рептилий. Что это? Фантазии древних авторов? Или они на самом деле видели существ, способных передвигаться на летающих тарелках? Но откуда прибыли эти загадочные создания? У краеведа Сергея Зверева на этот счет своя теория. Это камень планеты Неберу, которая была найдена на Лысой горе в 2002 году. Здесь мы видим тоже изображение существ. Справа, слева. И будем говорить, что дискетка. Камень – это дискетка информации. Есть информация Акаши, а это информация на минерали. Это делает сущности, духовные сущности. Более подробное исследование камней выявило следы распыления краски и даже художественные фрагменты с использованием эмали. Но откуда древние люди владели такой сложной техникой? Лабораторный анализ выявил, что подобные изображения невозможно было сделать ни тысячу, ни две тысячи лет назад. Обработать твердый кремень без использования сверхвысоких температур невозможно. Более того, среди Олексинских камней можно найти изображение богов, несвойственных верованьям древних племен, обитавших на этих территориях. Вот бог загробного мира Анубис. А это царица Египта и главная жена фараона Рамзеса II, Нефертари. Также ученые обнаружили звездные карты и изображение Вселенной с точным порядком планет. Но это была не последняя тайна, которую открыла ученым Лысая гора. Так выглядят многочисленные гроты и каньоны, внутри которых вырезаны ровные сферические отверстия. По мнению ученых, объяснить их образование природными процессами невозможно. Как и невозможно понять, для чего они служили. Каньоны, вот если вы видите гору, размером три на четыре, внутри они все разукрашены. По расчетам археологов, пещеры и камни, обнаруженные в недрах Лысой горы, были созданы во времена Палеозоя, около 400 миллионов лет назад. То есть в период, когда, по данным официальной науки, людей еще не существовало. А на Земле господствовали водоросли и первые присмыкающиеся. Но если это действительно так, кем были авторы загадочных расписных камней и гротов? Возможный ответ ученые нашли, обратившись к древним источникам. В мифах и легендах практически всех народов сохранились упоминания о том, что на протяжении всего существования Земли на ней обитали разумные народы. И люди далеко не первые обитатели планеты. Американские биологи при геологической съемке, скрывая пласты пород возрастом меловым, юрским, которые 150-200 миллионов лет находили под пластами целые, не уходящие вниз колодцы, совершенно круглые. Я сам находился в подземных городах Каппадокии, в Израиле, Мореш, Бетгаврин. И по ряду признаков, правда, это еще не окончательно, которые предстоит еще исследовать, провести геологические исследования, я думаю, они были построены в диапазоне где-то 14,4 миллиона лет назад, как и многие мегалитические сооружения. Но когда существовали древние цивилизации, чьи следы сегодня находят исследователи по всему миру? Официальная наука считает, что человечеству всего несколько миллионов лет, но возраст Земли больше 4 миллиардов лет. За это время произошло несколько глобальных катастроф, которые могли попросту стереть следы других цивилизаций. Но иногда в древних слоях Земли исследователи находят вещи, которые невозможно объяснить ни одной из существующих научных теорий. Сейчас трудно назвать точную цифру, потому что за последние 30-40 лет происхождения человека все время удревняли, с полутора до двух миллионов, потом до трех. Сейчас, по-моему, четыре с лишним миллиона некоторые дают. Но это, опять-таки, вопрос, прежде всего, научных споров. Одни антропологи с этим согласны, другие нет. В общем, речь сейчас идет о 3-4 миллионах лет назад. Это карта Ростовской области. Недавно в песчанниках шахты Западная на глубине 900 метров горный мастер обнаружил удивительную находку. Отпечаток колеса. Шахта Западная расположена в поле пород каменно-угольного возраста от 360 миллионов лет. По расчетам геологов, колесо попало в породы около 300 миллионов лет назад. Но как это возможно? Ведь официальная наука утверждает, что первое колесо было изобретено в Месопотамии около 6 тысяч лет назад. И это далеко не единственная странная находка. Шахтеры рассказывали, что видели в породах отпечатки огромных змей, похожих на крылатых ящеров. Исследователи уверены, в шахте Западной скрыто еще много тайн. Однако сегодня нет никакой возможности изучить эти древние следы. С 2009 года шахта Западная закрыта. Все оборудование демонтировано, а древние пласты затоплены. Плотно этим занимался Майк Крема, который известный достаточно английский исследователь. Он перелопатил очень многие архивы и различные газеты древние. И достаточно много сведений о находках. Нашел времени, которые проникают вплоть до палеогенного периода. И в палеогеновом, в том числе, периоде, помимо находок, различных каких-то золотых цепочек, каких-то плит с письменами. Если не ошибаюсь, во Флориде были найдены в палеогеновых отложениях скелет человека, подобных существ, которые, в общем-то, мало чем отличались от людей. В каменноугольных отложениях тоже были найдены окаменелый человеческий скелет. На конечнике копий, каменные ступы и пестики подобные инструменты ученые находят глубоко в стволах шахт, под толстыми неповрежденными слоями лавы. Их возраст от 9 до 35 миллионов лет. А значит, они никак не могут попасть туда извне. Подобные находки, по мнению исследователей, отодвигают время появления разумных цивилизаций, как минимум на 30 миллионов лет назад. Коренные жители Земли, разумные существа, во всех преданиях описывают, что они обладали сверхчеловеческими способностями, такие, которые сейчас не имеют люди. Во-первых, они обладали даром оборотничества. То есть они могли, вот эти вот змеи-люди, многорукие существа, люди-амфибии, они могли менять форму и приобретать форму в том числе и человека. И даже они могли не только приобретать форму, но они могли вступать с ним в браки с пришельцами. И часто описывается их совместное потомство, которое давали целые царские роды, которые потом велась им достаточно долго родословная. Сейчас у нас короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Где искать легендарную Гиперборею? Она находилась по современным расчетам в Северном Ледовитом океане и ушла под воду. Куда ушли выжившие цивилизации прошлого? Считается, что после катастрофы, первая катастрофа, которая разрушила Гиперборею, они ушли на Белый остров. Кем на самом деле были средневековые ведьмы? Вы знаете, в Пуританской Англии женщина, способная предсказывать будущее, была пособницей дьявола. 2001 год, штат Айова, США. Местный фермер, выкапывая колодец на участке, обнаружил странные базальтовые плиты. Каждая из них представляла собой квадрат со стороной примерно в 25 сантиметров. Поднять их было невозможно. И тогда фермер ударил по плите кувалдой. Внезапно он услышал глухое эхо. Прибывшие на место археологи обнаружили под плитами подземное помещение. Оно напоминало античный храм без окон. Опустившись вовнутрь, ученые были ошеломлены. В центре каменной комнаты стояли семь огромных ящиков, внутри которых археологи обнаружили человеческие мумии огромного размера. Рост некоторых достигал трех метров. На камне, стоящем рядом, исследователи обнаружили письмена на древнем языке. Загадочные надписи оказались древними заклинаниями к богам, природе и животным. Это казалось невероятным, но, скорее всего, ученые обнаружили древнее захоронение, а гигантские мумии принадлежат первым святителям человеческой эры – жрецам. По моему мнению, много тысячелетий назад человечество находилось на очень высокой ступени развития, например, на Южном море. Эти высокоразвитые культуры, возможно, были разрушены в результате каких-то катастроф. Если рассмотреть остров Пасхи, то он является маленькой частью оставшейся нам от большой цивилизации, погибшей в Южном море. Неужели жрецы – первые люди Земли, потомки погибших цивилизаций? В 1926 году полковник бенгальских Улан Джеймс Чорчворд заявил, что один индийский монах показал ему древние таблицы, в которых был чертеж континента под названием Му. Это был земной рай, который служил пристанищем для 64 миллионов обитателей. Край возглавляла жреческая каста, их называли наакалы. Долгое время население Му жили по своим законам. Они находились в так называемой частоте пятого измерения и могли без проблем по желанию передвигаться в пространстве и времени. Чтобы было проще понять, капните в стакан с водой каплю чернил. Чернила начнут расползаться по воде. Если вы снимете этот процесс, а потом прокрутите видео в обратном направлении, то легче представите себе воздействие измерения 5 и измерения 6, если бы мы видели их в природе. Итак, вы увидите, как свертывается синее чернильное облако. Это влияние пятого измерения. А шестое измерение указывает точку на поверхности воды, место, на которое упадет чернильная капля. То есть они воздействуют всегда взаимосвязанно. Чтобы представить их себе, требуется сила воображения, потому что их ничем не измерить. В древних источниках действительно описывается Пятое измерение, в котором могли находиться жрецы. Благодаря этому они совершали все то, что сегодня мы называем чудом. Видели будущее, управляли силами природы, левитировали. Но куда они исчезли? Эти снимки сделаны в районе Карибского моря. На фотографиях отчетливо видны фрагменты зданий и площадей, тоннелей и дорог. Можно даже различить структуру, напоминающую высокую пирамиду. Исследователи убеждены, они наткнулись на руины древнего города. По предварительным расчетам, он был построен 6 тысяч лет назад. А значит, загадочные подводные руины на полторы тысячи лет старше египетских пирамид в Гизе. Но как город оказался на морском дне? Или он был построен под водой неизвестной нам цивилизации? Дальнейшее изучение подводного города оставляло больше вопросов, чем ответов. Некоторые исследователи предположили, что найденные руины могли быть частью легендарной Атлантины. Ее обитатели были развитой древней цивилизацией, ведущей торговлю с соседними государствами и имевшей флот. Однако вскоре от этой версии отказались. Ведь последние расчеты исследователей показали, что Атлантида затонула совсем в другом месте. Атлантиду искали между Северным и Южным полюсами, а также между Карибскими островами и Китаем. Но если верить древним преданиям, в мире существует всего одно место, где она может находиться. Оно расположено в Средиземном море между Италией и Тунисом. Точно там, где находятся острова Сицилия и Мальта. Но тогда что за город покоится тысячи лет на дне Карибского мальта? Пытаясь разгадать эту головоломку, ученые обратились к древним текстам и обнаружили там описание как минимум трех цивилизаций, которые существовали на Земле за тысячи лет до появления людей и затонули. Южная цивилизация — это цивилизация Му. От нее остался остров Мадагаскар в Индийском океане. Следующая цивилизация — это Лемурия. О ней мы знаем благодаря знаменитому подводному городу Нанмадол в районе Микронезии. И самая древняя, проматерь всех цивилизаций и народов — это гиперборейская цивилизация. Она находилась по современным расчетам в Северном Ледовитом океане и ушла под воду. Если все эти цивилизации когда-то населяли планету, то становится понятно, кто создавал на Земле огромные города и величественные сооружения. Но почему все они оказались под водой? По мнению историков, причиной гибели первых цивилизаций мог стать всемирный поток, который обрушился на Землю миллионы лет назад. После него пра-цивилизации приспособились к подводному существованию. На дне морей и океанов они создавали для жизни новые города. Именно их руины мы находим до сих пор. Более того, в древних текстах сохранились свидетельства того, что тысячи лет назад, когда на Земле только появилась молодая человеческая раса, представители пра-цивилизаций поднимались на сушу, чтобы поделиться знаниями с первыми людьми. Карелия. Гора Ваттавары. Когда-то здесь было святилище древних саамов. Приборы здесь перестают работать и время как будто останавливается. Здесь нет животных. Из растений только скрюченные деревья, скрывающие огромные валуны, которые странным образом держатся на маленьких камнях уже тысячи лет. Местные жители называют ее гора смерть и стараются обходить стороной. Однако исследователей словно магнитом тянет в это место. Ведь считается, что гора Ваттавары последний оплод великой гиперборейской цивилизации. Здесь потомки богов гиперборейцы передавали людям свои сверхзнания. Считается, что после катастрофы, которая, первая катастрофа, которая разрушила гиперборею, они ушли на Белый остров. Где находился Белый остров? Споры идут. Последние открытия дают ученым новые доказательства в пользу этой теории. Дело в том, что буквально слово гиперборейцы означает «те, кто живут за Бореем», то есть «северным ветром». Или просто «те, кто живут на севере». Более того, многие научные экспедиции находили святилища, остатки строения и предметы быта, которые могли принадлежать гиперборейцам на Кольском полуострове, в предгорьях Урала и даже в Карелии. А это может означать только одно. Древняя цивилизация гиперборейцев не исчезла, и многие ее потомки до сих пор живут на земле. Предсказатели, ведьмы, ясновидцы, они точно знали будущее всего человечества и могли предсказывать катастрофы, могли спасти человечество от апокалипсиса. Но что произошло? Куда они исчезли? Быть может, невежественные люди, не выдержав конкуренции, сами уничтожили потомков высокоразвитых рас? Сейчас у нас короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Каким мощным оружием обладали древние пророки? Магия призвана поставить человека вровень с силами природы, призвана раскрыть его потенциал как творца. За что боги открыли охоту на ясновидцев? Водея вот этими знаниями, стали их использовать во вред, стали использовать на разрушение, они вынуждены были разрушить, даже боги сами приняли участие в разрушение предыдущего мира. Это старое ведьмино кладбище до сих пор наводит ужас, а несколько безымянных могил, в которых по рассказам местных похоронены средневековые ведьмы, служат немым напоминанием кровавых событий, которые развернулись в этом городке почти пять столетий назад. Что касается обвинений в колдовстве, речь шла о бесправных женщинах, некоторые из которых были бедными. Одна из них была домашней прислугой в местном приходе, то есть они были из низших слоев общества. Иными словами, вначале обвиняемыми становились достаточно обычные люди, позже это изменилось. Примерно так американский город Салем выглядел в 1692 году, когда здесь начался один из самых кровавых процессов в истории Инквизиции. По обвинению в колдовстве было повешено 19 человек. Одного разъяренная толпа раздавила камнями. Более двухсот человек было заключено в тюрьму. Город был охвачен паникой, никто не был застрахован от обвинений в сговоре с дьяволом. А если приговор вынесен, путь только один. Допрос, признание, виселица или костер Инквизиции. В чем они были обвинены? Их обвиняли в наведении на животных, скот, болезней, вплоть до убийств. Считалось, что если между человеком и так называемая колдунья и возник спор, конфликт, а позже этот человек заболел или умер, то болезни и смерть были вызваны именно встреченные им ведьмой. Некоторые до сих пор верят в то, что те женщины были ведьмами. Долгое время историческая наука преподносила охоту на ведьм как часть процесса Инквизиции, который захватил Европу в Средние века. Но последние исследования ученых опровергают этот факт. Единственное, что до сих пор не удается объяснить ученым, так это причину такой нечеловеческой жестокости. Тысячи мужчин, женщин и даже детей сжигались на кострах, подвергались страшнейшим пыткам. Большинство историков считают, что женщины того временной, как и мужчины, не были колдунами в соответствии с определениями слова колдун. Существуют люди, которые уверены в том, что существовали женщины, способные предсказывать будущее, что в понимании пуританской Новой Англии было преступлением против Бога. Но я полагаю, что сегодня современные исследователи уверены, что никаких колдунов и никакого колдовства в то время не существовало. Сегодня Салем, в котором по обвинению в ведьмовстве были жестоко казнены и замучены сотни людей, туристический аттракцион, где вчерашние орудия пыток призваны развлекать современных любителей мистики. Здесь набирает силу новая религия Вика. Я бы хотела определиться со смыслом слова «ведьма». Насколько мне известно, оно произошло от латинского «вика», и оно происходит «отведать» и потом «ведьма». То есть это означает «ведующего», мудрого человека, ищущего знаний. Это слово не имеет рода, поэтому оно и звучит одинаково применительно к колдующим женщинам и мужчинам. Колдуны – это люди, практикующие магическую науку. Нужно, чтобы вы свои руки положили на карты. Вот так. Закройте на минутку глаза, глубоко дышите и расслабьтесь. Назовите мне свое имя и фамилию. Стейси Тинли Джоди Кэбботт, потомственная ведьма. Ее мать Лори Кэбботт, местная знаменитость. Однажды она вызвала снег посреди лета, а еще получила от властей города титул официальной ведьмы Салема и 40 лет преподавала магию в университете штата. Сегодня в Салеме можно официально заниматься магией не страшась виселицы или костра инквизиции. Магия призвана поставить человека вровень с силами природы, призвана раскрыть его потенциал как творца. Магия изначально была призвана человеку этот путь обрести, встать на этот путь. Магия не была самоцелью, она была лишь инструментом, она была одним из средств познания мира. Так же, как, скажем, алхимия или астрология, нравится нам сейчас это или нет. Сегодня некоторые историки убеждены, многие из казненных людей действительно владели магией и обладали тайными знаниями, недоступными обычным людям и именно за это были убиты. Возможно, это те тайные знания, которые не должны быть нам открыты. Все-таки мы не сверхлюди, мы корыстны. И очень может быть, что получив проход в какой-то параллельный мир, человек станет использовать его в свою пользу, не изучая, а наоборот потребительски. В мифах древних народов, живших на разных концах земного шара, всегда присутствует один и тот же лейтмотив. Боги, однажды наделившие древних людей сверхспособностями, ужасаются тому, как их создания распоряжаются великим даром. И тогда они жестоко карают всех, кто пренебрегает великими знаниями. По мнению исследователей, именно за это поплатились первые люди, Адам и Ева, лишенные бессмертия и обреченные в муках рожать свое потомство. И греческие титаны, низвергнутые под землю. Возможно, та же участь постигла и салемских ведьм, растративших попусту свой дар. У славян есть предание, у иранцев есть предание, ну, практически у всех народов есть предание, что, когда люди, овладея вот этими знаниями, стали их использовать во вред, стали использовать на разрушение, они вынуждены были разрушить, даже боги сами приняли участие в разрушении предыдущего мира и спустить бустонщиков под землю, это всем известный мотив и о падших ангелах, которые помогали этим людям, кстати, овладевать этими знаниями. Наши предки свято верили, что в каждом из нас кроется сила, которая течет по жилам вместе с древней кровью тех предков, которые, возможно, были богами и полубогами. Они обладали тайными знаниями и бережно хранили равновесие, благодаря которому существует наша Вселенная. И все-таки кто мы? Наследники древней расы магов, провидцев и предсказателей. Но тогда где наши всесильные учителя? Погибли они от глобальных катастроф, смогли пережить катаклизмы под землей или улетели на другие планеты, чтобы сегодня наблюдать за нами свысока? Но если мы, современные люди, их потомки, то почему от нас пытаются скрыть тайные знания, силы, способные дать нашей цивилизации невероятную мощь? Быть может потому, что им известно, к чему эти знания и силы могут нас привести. Вы смотрели самые шокирующие гипотезы. Единственную программу, где без ущерба для репутации мы с вами можем говорить о чем угодно. Мы ждем ваших вопросов на любые самые рискованные и необычные темы, которые вас волнуют. Пишите нам на электронную почту, а мы с вами увидимся уже завтра в это же время, как всегда, в 18.00.